Как очень верно подметила одна из наших гостей сегодня, без не только культурного наследия невозможно наше будущее, но и без физкультурного. И как раз таки с людьми, которые имеют прямое отношение к этому, мы прямо сейчас поговорим. У нас в гостях Умралиева Бегемай, пиар-менеджер ФФКР, Угрюмова Наталья, пресс-секретарь ФФКР и Асмоналиева Анна, руководитель департамента маркетинга. Доброго утра, девушки. Доброе утро. Как настроение у вас? Хорошее. Футбольное. Отлично. Ну, мы столько всего сегодня видим. Вы, может быть, расскажете поподробнее, будет чемпионат Азии. Отборочный раунд. Что у нас с соперниками? Давайте вот так вот начнем. Я знаю, что вышли в группу А, да, наша сборная. Кто наши соперники? Ну, наши соперники по группе, по жеребьевке у нас получилось, что это сборная Макао, Мьянма и Индии. Сегодняшняя матча у нас как раз будет первой в группе А и является именно против сборной Макао. Ну, а вообще, как мы расцениваем наши силы и силы соперников? Ну, соперника никогда нельзя недооценивать. Поэтому все сильные. И каждая из команд будет бороться за выход. Ну, наверное, на тренировочном процессе. Это никак не отражается. Как говорит наш главный тренер Александр Кристинин, что за рейтингом, конечно, он следит, он знает. Для него это тоже какой-то показатель. Но только ориентироваться на рейтинг бывает, что действительно соперника недооценивают только из-за рейтинга. Когда, например, те же наши болельщики смотрят и говорят, ой, в рейтинге там какая-то сборная ниже нас, на столько-то там пунктов. И можно не напрягаться, можно не волноваться. То это абсолютно как бы неправильно и неправда. То есть есть команды, которые в рейтинге на 10-15 позиций ниже. Но тот же уровень футбола, развитие, как государство реагирует там на ту же национальную сборную, может через год, например, эта сборная и обойти в рейтинге нас. То есть рейтинг это настолько условная вещь. И вот недооценивать, говорю, соперника и там не готовиться, например, к матчу, если он ниже в рейтинге, ну это глупо просто. Мы сейчас продолжаем подниматься все-таки в этом рейтинге. Ну, да. У нас было небольшое падение, но сейчас мы как-то так зафиксировались. Поэтому нужны официальные игры для того, чтобы в нем продвинуться. На самом деле рейтинг FIFA, он совсем-совсем не идеальный. Сегодня, кстати, будет игра, да? Расскажите. Да, сегодня в 19.30 на стадионе Дона Мрзакова состоится матч между сборными Крыгыской республики и Макао. У нас есть пригласительные, да, мы видим на нашем столе, вы принесли. Эти пригласительные, я так понимаю, будут разыграны на нашей странице на Фейсбуке. Я думаю, что есть масса людей, которые хотят пойти и поболеть за наших ребят. Поэтому, друзья, следите за нашим эфиром. Где-то мы их точно разыграем, кому-то они точно попадут в руки. В эфире мы разыграем, да, дозванивайтесь. Поэтому сегодня ничего не планируется на вечер. Дозванивайтесь в студию. Но хочется спросить, вот просто сегодня неудобная ситуация, все девушки, ребята рассказывают о футболе. Что у нас с женским футболом, расскажите, в стране? Он есть. Он есть? Он просто есть? Нет, он не есть. Он развивается? Он развивается. Если вы видите, например, по нашим публикациям и по тому, чем наша лента забита во всех наших социальных аккаунтах, то женского футбола становится больше и больше. То есть и стали девочек приводить на футбол, и у нас тренеры женские хорошие, и девочки участвуют также в отборочных на Азию в разных группах. То есть от Ю-14 начиная, и вот Ю-19 у нас, и национальная сборная есть. То есть, в принципе, с женским футболом как бы хорошо. Но вот возвращаясь к сегодняшнему мероприятию, вообще к этим состязаниям, скажите, пожалуйста, а что с составом нашей сборной? Все ли как было, или есть какие-то изменения? У нас есть 23 человека, 23 футболиста, которые вызваны в состав. У нас каждый футболист – это основной состав, поэтому как выглядеть будет стартовый состав, это зависит полностью от тренерского штаба. Ну, а тогда вопрос непосредственно к вам. Вы сами смотрите футбол, даже не касательно именно нашего. Болеете за какие-то команды? Да. Нет такого? Вечерком включали? Да. Ночью даже. Да, мы все смотрим. На самом деле, в нашей работе ни в коем случае нельзя работать без любви к футболу. Если тебе он не нравится, если ты не интересуешься на любом уровне – мировой, азиатский, то тебе нечего делать в Федерации футбола. Отлично. Замечательно. Держки, ну нам остается только через вас пожелать большой удачи нам, нашим сегодняшним футболистам, на сегодняшних состязаниях, да и вообще в принципе. Спасибо огромное, что вы нашли время нас посетить. Я хочу напомнить, что все те подарки, которые вы принесли, это футбольная атрибутика, мы обязательно разыграем ее. Поэтому без главных атрибутов болельщики не уйдут. Это точно. Те, кто получит пригласительное особенно. Спасибо вам еще раз. Доброго дня. Спасибо большое. Да, друзья, вы можете дозваниваться в студию, выигрывать подарки, конечно. У нас сегодня в гостях были Амуралиева Бегемай, пиар-менеджер, полисекретарь Угрюмова Наталья и Анна Осмодалиева, руководитель департамента маркетинга. Все на футбол.